Осталось бы ночевать в избе, но боковой ветер позволяет идти под берегом. Я пользуюсь этим, осталось немного. Здесь на берегу, вон под теми камушками, прятались гуси от ветра, я сюда причалила, они от меня побежали, под берегом-то хорошо, а там дует. Ночью ветер стихает, природа балует меня красивыми видами, красками облаков. После перекуса в избе грибла до полуночи, силы кончались, холодало. У меня было два варианта перехода к следующему большому озеру Орелах. Это либо воспользоваться длинной извилистой цепочкой небольших озер, что лежат к северу от озера Портнягина, по которому я сейчас держу путь, и дальше сплавляться по речке Орелах. Либо выходить на эту речку от озера Портнягина напрямик по тундре, двум маленьким озерам и безымянному ручью-притоку. Решаюсь на второй вариант, он прямее. Пусть на нем меньше озер, и мне больше нужно будет идти пешком, но зато я не буду слишком сильно зависеть от ветра. На Таймэре очень сильные ветра. Очень неприятно все время. Аж камни вырывает на порывах. А еще здесь просто очень близко вечная мерзлота. Спилю как на леднике. Стилю под себя все. Вот, вторые коврики. Спас-жилет. Основная пенка. Палатку под себя спилю. Второй спальник. И все равно пробивает холод. Но это просто не было выбора, где вставать. Здесь очень близко под слоем от верхнего дерна. Там уже вой. Ну просто вот я трогаю. Это как будто лед. Это ледяная земля мокрая. Так что, когда нет выбора, почти его нет. И земля очень холодная. Ледяная, скажем так. Здесь очень много, очень много еще вот этого. Лишайник. Сетрария исландика. Так называемый исландский мох. Это лишайник. Это очень хороший корм для оленей. Но вот оленей я что-то тут не встречаю пока. Может быть, погода, духи беснуются. Дали мне вчера пройти окошечко небольшого ветра. А сегодня уже все, не пойдешь. Распадок моего ручья, по которому буду подниматься. Лодку пришпиливаю на страховочный кол, чтобы ее вдруг не внесло. Вся палатка у меня привалена камнями. Ну и первым мешком с продуктами. Но все равно камешки надо подправлять. За ночь немного подвинулись. Как же я забыла о своем надувном коврике. Вот. Дополнительный слой. И будет великолепный у меня лодок. Буду досыпать. У меня такое впечатление, что я не на равнении, а на каком-то бурном перевале нахожусь. Такие порывы. Смотрим, камни поправляю. Это солнышко сейчас светит. Когда дождь. Вот это да. И погода. Да. Ухожу на первую ходку к озерам следующим. Ветрюга страшилась против ветра. В низкой облачности путь по тундре непрост. Здесь и так-то немного четких ориентиров. А сейчас их еще и не видно. Вот мое перевальное озеро. Вчера проплыла чуть дальше. Не признала ручей, который из него вытекает. На километры, наверное, больше проплыла. На моей карте двушки не все распадки ручей показаны, которые есть на местности. От него мне два километра до моих озер. Я только раз встала рукопастный. Раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что не было мне страшно, тот ничего не знает обо мне. Вот и озеро, по которому я буду справляться дальше. Это еще цепочка озер. И дальше оттуда вытекает река Орлах, который впадает уже в озеро Орлах большое. Вот, оставляю здесь продуктовую заброску свою. И четыре километра с небольшим топаю обратно. Дорога в облаках. Вот такой подарочек-то. Какой мощный клок. Это просто... Это просто узерковица одна. Ха-ха-ха. Ничего не нужно было бы текарс. Вот здесь, в низинке, снова попадаю в участок полигональной тундры, где морозобойные трещины из года в год расширяются, расширяются. Лед расклинивает грунт, выпирая его валиком по краям. А летом трещины протаивают и образуются заболоченности. А у меня на побережье озера Портнягина все так же бушует ветер. Только кулички посвистывают, подбадривают меня. Это у берега затишок, а там шторм вдали. Вся ветер уже стихает под вечер. Вот так неприглядно местами на берегу груды земляные выносят. Они ползут. Все это происходит за счет того, что вода в озере теплее. Твердая, однако. Вот такие выносы оттаивших ранее мерзлых грунтов за счет теплого влияния озера. Кулаточка на месте. Ее не сорвало, пока я ходила. Вот счастье. Да, еще я ошиблась. Немного в стороне вышло. Пар колышется в такт ветра. Пар колышется в такт ветра. Что-то здесь, в принципе, когда тут не видишь. Я пыталась читать. Пыталась считать секунды в промежутках между порывами ветра. Редко, когда доходила до пяти. Но заснуть я долго так и не могла. Спала очень мало. Но проснулась не поздно. Светило солнце. Да, ветром по стойку прижало к земле основательно. Вон как оно уросло. Снимаешь палатку. Вот так вот. Такие тут ветра. И вот такие камни. Все у меня было обложено. Что бы не унесло ветер. Но ясно. Хорошая погода. Иду дальше по маршруту. На горизонте у меня открылись горы. Горы, к которым я иду. Горы Буранга. Ну, вообще-то, скорее, это только предгорья. Отдельно стоящая возвышенность Тулай-Киряка. Но, наконец-то, я подхожу к своим озерам, к озерам, по которым пройду часть пути до реки Орылах. Они скрасят мне путь. Облегчат. Мне надо прогрести по дальнему озеру. Потом перетаск будет небольшой. Главное, ветер, чтобы не помешал. Но, вроде, он боковой. Я упала, не дойдя всего метров сто до своей заброски груза. Попала в болото. И так резко устала, что решила, а ладно, сначала отдохну, потом дойду. Появились. У земли летают. Пользуюсь погодой, решила отремонтировать лодку впрок на месте, где она может скоро прорваться. Пользуюсь. 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 Нужно что-то снять. Нормально сварилась. По-пластунски я подкралась. Лежбище гусей. Такое стадо никогда в жизни не видела. Они тихонечко продвигаются вдоль берега. Кормятся. Может быть сейчас поближе. Буду ждать. Просто их море. Толба их просто нагрелается. Ветер под стенку. Это такое здрище. Интересно, нужно их поймать. У меня пока есть еда. Так бы наверное поймал бы одного. Что-то их насторожило. Но не я. Там из Каспадка. Что-то на что-то они появились. Повелись чего-то. Я не хочу полярное салону. Там есть еще полярное салон. Это еще полярное салону. Такое огромное скопление гусей Обусловлено тем, что вот сейчас они линяют Это происходит у гусей раз в году Когда они меняют старые перья на новые И линька происходит вот сейчас в конце июля, начале августа И дело в том, что гуси теряют все свои старые перья Одномоментно И теряют их на маховых крыльях То есть они лишаются способности летать А новые отрастают не сразу, а где-то через 10 дней, 2 недели И вот в этом состоянии, когда гуси не могут летать Они становятся самыми беззащитными И поэтому они сбиваются в стаи, чтобы вместе сообща убегать От какой-то опасности И вот так вот сообща кормиться, в общем быть вместе Это белолобые гуси Одни из наших самых, не самых крупных гусей У них видно вот белое пятно на голове И еще на грудках у них видны такие черные полоски Такие поперечные На грудках, переходящие к животу Что-то их потревожило, может меня заметили Попробую посчитать, их примерно 500 штук Ага, вот так вот Я решила ходить и стала чуть-чуть подняться И сразу Не, это они сейчас увидели, я встала С таким шумом поплыли У меня вот это, да Здесь вот как раз ливные гуси Гуляют кошки Перед навалом валяются И ветер почти их Мне тоже пора, ну не то что линять Но идти дальше по маршруту Вот, вот пройти Нет, два озера Вот такой вот с перемычкой Пока ветер не сильный И дальше уже здесь паду пешком До начала сплава по реке Орла В озеро Орла Между озерами здесь протока Пока иду Везу лодочку Здесь около километра Ну, может, чуть меньше Надо же, здесь даже течение в мою сторону Хотя высота обоих озер Была показана одинаково Может, можно будет проплыть Не знаю Я на следующий озеро дойду А, не было час Раскричался Да не трону я тебя Это поморник Он очень агрессивно Изгоняет всех пришельцев Со своей гнездовой территории Ну, почти плыву Ну, кого-то не стали Я не знаю, я не знаю. Сама идет, родимая Давай-давай Да, надо сказать, повезло мне с такой шикарной протокой Ну вот, по следующей протоке пришло в следующее озеро Солнце в какие-то пустыне Вот так Км полтора-два И начнется речь, как-то вернее, маленький ручей притока Орлах Вот так вот оттаивает вечная мерзлота Вот так вот Орлах 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 Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху- Белоклювая гагара Белоклювая гагара Одна из самых крупных наших гагар Еще она самая осторожная и молчаливая И вообще очень редкая Встречается только на крайнем севере От Таймыра и дальше на восток До Чукотки Эта любопытная троица Сопровождает меня уже некоторое время Но откликаться что-то перестало А полярные совы Будто верстовые столбики на пути Делаем подарок судьбы И можно будет прямо отсюда Начинать плавляться Проход в воде Начинается Озеро Там, конечно, может быть нет Посмотрим А у меня что-то уже вода Был на протасках Назвала, да Какие-то снег не лилось Ой, так столько клеилось Неохота Руклиться Ну, надо же, как неудачно Хорошо у меня коврик там лежал Главное Здесь я проклеила все на всякий случай А вот здесь вот не проклеила А все, значит, опять шиться Фух Шиться И ставить заплату Да, на протасках надо быть очень аккуратными А то у меня впереди еще сплав вообще-то Новости-версия Таймырская роза Уже отцвела Встану, пожалуй, на этой Косеопейной полянке Думаю, сухо Речка подождет меня до завтра Вот, здесь буду стоять на берегу Озеро Если сильного ветра не будет То все будет отлично Удивительный сегодня день Практически полное безветрие Штиль Я такого вообще не припомню дня И тепло Я хожу в футболке Просто Настоящее лето Вот только сейчас Первый день, наверное, такой Совсем летний Как обычно, опасаясь ветров Я на всякий случай Натаскала камни Их тут больших не везде найдешь Обложила палатку А ветра нету Мало того, я даже сегодня вентиляционное отверстие открыла С другой стороны Потому что Даже стало душно Ну и вот у меня тут Вентиляционное отверстие И вот у меня происшествие У меня в транспортном мешке В большом хранились продукты На месяц Уже пешего перехода Через горы И я вчера Ну, я их открывала, конечно, мешок Открыла, вчера вытащила Масло оттуда Смотрю Гречка подмокла снизу То ли я клапан плохо закрыла Вот на этом мешке Так-то он не дырявый Вот этот клапан Может быть через него просочилась вода И вот два мешка с гречкой Немножко подмокли Так что вот Занимаюсь просушкой Сейчас буду еще лодку ремонтировать Ну и вот отдыхаю Такой спокойный день сегодня Да, и вот сегодня палатка внутренняя Уж особо себя оправдывает Потому что комары сегодня активизировались Их немного, но они В безветрии такие Кусачие становятся А вчера я здесь еще боролась Со встречным ветром На подходах И вот он, полный штиль Прикатываются заплатки на дно жестком Вчера я на куврике Сегодня вот на весле Так лучше будет Надежней Пойдем на честном слове На одном крыле Ничего 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 Некоторые заплатки у меня так Впрок стоят Она мне помогла, кстати Вот эта вчерашняя заплата Приняла на себя удар камня И дальше не пошла рваться Материя Немного осталось Впереди 300 километров сплава И километров 40-50 По озерам Итак, я начинаю сплав По реке Притоку Орлаха До озера Орлах Здесь Вот так вот Если по прямой Померить по речке Километров 16 Но сколько здесь будет Петель и сгибов Неизвестно Эти 16 Могут вылиться Гораздо больше Но сплав Он всегда лучше Чем Таскание против течения Не везде видно будет Можно плыть Но посмотрим Я сделала Новый разворот лодки Моя лодка Она, конечно Уже не новая Поэтому дно Начало сильно протираться На камнях И здесь встречаются Очень такие камни Опасные Такие Вредные Очень острые Коварные камни Вот такие С острыми травами И в озере Вчера видно Я пробила На скорости А когда идешь По волне И еще Чуть мутная вода Не видно Не видно Я не увидела Этот камень Не видно Тогда и пробила Днище Очень сильно Вот Но моя лодка Симметричная И я просто Поменял разворот И теперь И теперь у меня Ну спиннинг Будет ехать Сзади На корме А нос У меня будет Такой Пустой И в этом месте Подо мной Дно Более Целое Так что Надеюсь Хватит мне еще На сплав Моей лодочки Вот такие дела Большой мешок С продуктами Сверху Синие В сумке Газовые баллоны И дальше Уже вещи На которых Можно сидеть Вот такие Мелтоводные Перекаты Иду С лодочкой По воду На дниниско Насашу Проверяются Это Немного Такие Зименистые Перекаты Мне проще По травке Обтаскивать Хороший участок Реки У меня Опять Собарахлила Сейчас камера Аккумуляторы Придерживаю пальцем Может быть Удастся Снимать дальше Вот такие Перекаты Следуют С участками Где я Прогребаю Идти можно Лезть Небольшим течением Правда Здесь бывают Мели Но Можно Плывить А как Горячатая Перекаты Речка То Вот так Узенька Струится То Плесы То Каменистые Перекаты Где протаскиваюсь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, как хорошо Когда Заболоченное русло И здесь нет камешков Можно катиться Нет, есть все-таки камешки Эх Ладно А нет, сошла Сошла с камешки Хорошая Хорошая речка Кто бы мог подумать Что уже отсюда Буду сплавляться Не, я думала Здесь пешком Буду идти Две ходки Ну, надо же Вот и подкрепление Прибыло Приток справа Надеюсь Будет еще больше воды Еще меньше Протаскиваться Больше Ой Грусти Ну, давай Сама Иди Водочка моя Подай Приток Вот оттуда я иду И туда Пойду дальше Резка-то какая Стала широченная Прям Удивительно Удивительные перемены Резка так раз Широкая Резка из Плеснул ведь плеснул, хариус я увидела. Тут немного, наверное, плечи. Возьмите немыльку… Но из щеки вон… Можете шоколадить… Офигеть… ура я дошла до слияния двух ручьев отсюда речка называется уже орлах думаю здесь будет уже без протаскивания а если они будут то мало а вот здесь сейчас плеснулся хариус я сейчас попробую вот тут вот отлично на сбойке струй вот отсюда я пришла недалеко не смогла вчера дойти устала ура он попался сорвался у берега я за ним прыгала ух хороший такой немаленький здорово хариус первый здесь у меня все ох вообще о какой классный все ну вот у меня взял первый хариус на 3 наверное ну на первый хороший заброс даже борода была на чем вытащила вот на такую плесенку вертушечка маленькая так да 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 Продолжение следует... 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 Здесь недавно сошли, видно, снежники А может быть здесь грунт такой И очень страшно Садишься на мель и ты не можешь нормально встать Тебя засасывает И вот я высадилась вчера ночью в тумане На этом не очень гостеприимном берегу Но он оказался хорошим А вот с утра уже появился другой берег Поплыву сейчас дальше искать протоку Думала, что теперь у меня будет прибрежное плавание Но тут близко к берегу не проплыть Не, мне везет, что еще небольшой туман Зато без ветря я могу плутать в этих бесчисленных протоках В поисках большой основной протоки А то здесь все меляки, меляки Но здесь хоть берег жесткий Я вышла, так успокоилась Ищу вход в протоку основную Ох, оплутала я в этих туманных берегах Ну вот, наконец-то, кажется, я нашла нужный заливчик И впереди шумит Шумит речка, протока, которая втекает сюда Куда мне и нужно идти Да, не знаю, что бы я делала, если бы здесь сегодня поднялся ветер У меня не было такой подробной спутниковой карты Всего не учесть И чтобы войти в эту протоку, которую я видела на моей карте Двухкилометровки Где было все не совсем так, как на местности Мне пришлось огибать мысы Обходить длинные низкие островки Так далеко от берега Что становился близко противоположный И даже посреди озера Почти в километре от суши Камни местами торчали из воды А я черпала днем веслами И чуть не садилась на вязкую Засасывающую мель У реки появилось ярко выраженное русло И идти стало проще Проще Ух 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 Подобрала такой красивый камушек с оранжевой полоской Эх, если бы не так много груза, я бы его с собой взяла на память Красивые полоски оранжевые Коренной берег, но такой рыхлый дом Вот следы овцебыков, они явно проваливались Я сейчас уже буксую Вот такие камни встречаются с острыми раскоротами Гранями Вот такие вот Ох, что у меня открывается за поворотом Река в едином русле Горки Красота Да Еще километров 6, наверное, мне по протоке идти О, неужели здесь бывает такая погода? Вот за красотища Вот такая протока озерная Вот она внизу, какая дельта мощная Как-то было Мне в тумане внизу Не заблудиться О, здравствуй озеро Кунгасалах Добралась до тебя Если бы не туман, сейчас бы видела возвышенность Киряки Таз Да, долго я пробиралась этой протокой Но отлично, все Теперь я на озере Итак Я на оперативном просторе озера Кунгасалах Шла сюда 3 недели Думала, за 2 дойду Ну, правда, еще в начале там по заливу пришлось Хаторскому Но мне еще по озеру идти 30 км Примерно вдоль берега восточного Потом еще подниматься против течения по реке Худута Ой, прям такое название Без шпаргалки не прочитать, еще не выучила Подняться километров 12 по реке Хутуда Хутудатари Не знаю, может быть там я уже не буду идти бичевой и пойду пешком Там заканчивается первый этап моего путешествия Такой пешеводный И дальше я иду пешком через горы и дальше сплав То есть треть путешествия где-то 250 км, наверное Думал, где недели будет 3 А потом еще месяц топать В честь этого праздничного события делаю себе сгущенку в сухое молоко Еще несколько ложечек сахара Сейчас сюда водички и будет у меня сгущеночка Прямо из озера М-м-м-м-м-м-м-м-м Приятно, как все-таки плыть по штилю Стараюсь сегодня как можно больше прогрести Пока сил хватит А то так вот без ветря здесь редко бывает Такой денек Ух! Здесь еще местами не растаяли льды Я думаю, что это за камешки так далеко от берега Нет! Это лед Однако берег здесь не очень достопримен Так лучше чего и не вывезешь Тянутся снежники до него Глубоко Стараюсь Валя мне сало. Валя мне сало. Вода прозрачная. Снова курс на полуночные санкции. Тишина, туман и тишина. Лед над ними тоже. Пол двенадцатого. Туман немного рассеялся. Ставлю тут палатку. Ох, а небо меняется постоянно. Просто такие картины фантастические. Облака. Все по-разному все время. Красотища. Солнце спрячется в дымку. Туман, то снова покажется. То заходишь в плотную стену тумана, то видимость. Ох. Нашла такую мою любимую лужайку. Вот эта. Куропаточа трава. Главное здесь сухо и достаточно ровно. Потому что чуть в сторону здесь кочки и болотисто, мокро. А тут такая полосочка не смытая осталась. А так сюда видно весь берег вот такой вот рыхлый, галечный. Нет травки на нем. Из того небольшого количества щепочек, веточек ивы, что я скрупулезно собирала еще в устье реки Орлах на позапрошлой стоянке, здесь, на озере Кунгусалах, я развела маленький, можно сказать, ритуальный костер. Чтобы просто подышать запахом дыма, впитать в себя все благолепие этой удивительно ясной безветренной ночи и наполниться уверенностью в том, что я дойду. И да будет побольше штиля. Тихо. Четыре. Парганки. Четыре. Четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok